Очередные поставки вооружений от США. На этот раз Америка пообещала передать Украине системы ПВО. Сначала полномасштабного вторжения России в Украину. Постоянных обстрелов и ракетных ударов. Украина буквально кричала о помощи и просила закрыть небо. С каждым днем войны ракетные обстрелы со стороны оккупантов не прекращаются. А 10 октября российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по всей территории Украины, сделав более 84 ракетных и авиационных ударов. В тот же день президент Владимир Зеленский экстренно связался с президентом США Джо Байденом. По словам Зеленского, сегодня системы противовоздушной обороны для Украины на первом месте в списке необходимого вооружения. Поскольку с приближением зимы Россия активизировала ракетные удары по украинской инфраструктуре. Провел продуктивный разговор с президентом США Джо Байденом. Главной темой обсуждения была ПВО. Сейчас это приоритет номер один в нашем оборонном сотрудничестве. Президент США Джо Байден услышал Зеленского и со своей стороны пообещал предоставить Украине передовые системы ПВО. Президент Байден пообещал продолжать оказывать Украине поддержку, необходимую для ее защиты, включая передовые системы противовоздушной обороны. Белый дом, Вашингтон, США. Кроме этого, президент США выразил свое осуждение ракетных ударов, нанесенных Россией по Украине. В том числе и по украинской столице. Мы увидели, что активизировались Соединенные Штаты в вопросе предоставления Украине также средств противовоздушной обороны. Это уже свидетельство решительной реакции на то, что никто не собирается терпеть просто безнаказанно российский произвол, безответственное поведение, нарушение международного права и просто терроризирование фактически украинских мирных городов. И украинские эксперты уже догадываются, что это будет за помощь со стороны США. Если мы говорим о Соединенных Штатах, как известно, ранее договорились о поставках систем НАСАМС. Это норвезско-американский комплекс, который довольно-таки неплохо себя зарекомендовал и который стоит на боевом дежурстве, охраняя и прикрывая даже Вашингтон и Белый дом. Но и это не все, что может быть в списке. Также я допускаю, что, возможно, речь могла идти о расширении военной помощи. Это предоставление средств Avenger, это средства ближнего радиуса действия противовоздушной обороны. Мобильные комплексы на шасси знаменитых автомобилей Humvee. Это 8 ракет Stinger, которые способны поражать цели на расстоянии 4-5 километров. То есть это тоже усиление для фронтовой ПВО в районах ведения боевых действий и прикрытие даже некоторых объектов от крылатых ракет, а также от беспилотников и прочего. Следующий этап – это предоставление систем Патриот. На обещанные поставки американских систем ПВО для Украины моментально отреагировали в Кремле. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, поставки Украине американских систем ПВО не изменят цели России в рамках так называемой оккупантами спецоперации. А сам конфликт сделают более затяжным. По его словам, РФ видит сигнал от США о намерениях продолжать поставки вооружений Украине. Поставки США систем ПВО Украине сделают конфликт дольше и больнее для украинской стороны, но не изменят нашего целеполагания и конечного результата. Но кроме Соединенных Штатов, помощь Украине с ПВО пообещали и другие страны-союзники. Отреагировала Германия, которая пообещала ускорить процедуру передачи в Украине средств противовоздушной обороны АЭРСТ. Помощь США и Германии в комплексе однозначно помогут Украине прикрыть небо. В скором времени Украина будет усиливаться и Эвенджерами, и НАСАМСами, и системами Патриот, и авиацией F-16. В первую очередь, наверное, скорее всего, будет поставлена в Украину эта система НАСАМС. В комплексе с АЭРСТ, это, конечно же, приведет к усилению наших возможностей. Если мы говорим о НАСАМСах или о АЭРСТ, я думаю, что это вопрос от нескольких дней до нескольких недель. Украинские вооруженные силы не сдаются, ждут поставок систем ПВО и обещают, что будут и дальше уничтожать противников и на земле, и в небе. Субтитры создавал DimaTorzok